Мы наконец-то дождались в этом году X-Games, которые прошли в Васпене. Сейчас я буду их комментировать. Сегодня у нас шикарная программа. Комментирование будет по Бигейру, по Слупстайлу и, конечно же, всеми любимый Наклхак. Невероятное событие произошло. Девочка из России заняла впервые в истории России место на X-Games. Сегодня про это расскажу. Не переключайтесь. Давайте же насладимся этим прекрасным зрелищем. Let's go! Итак, что мы видим? У нас старт-лист Лиэм Брэдли, Монс Руэсленд. Не буду перечислять ребят, про них расскажу, когда уже начнутся попытки. Итак, напоминаю, у нас джем-сессия. Ребята прыгают просто один за другим, кто сколько успел прыжков. И, насколько я помню, либо два, либо три лучших прыжка идут в зачет. Сейчас мы в этом убедимся. Этому парню отдаем дань уважения. Уже плюс балл он получает за свой прикид. Посмотрите на его дубленку. Просто реально вышел парень из леса дровосек. То ли он дрова рубил, то ли он на охоте был. Кто ж его знает. То ли в Финляндии сейчас морозы минус 30. Его мама надела вот в такую как бы дубленку. Больше как бы от деда ничего не осталось. Но мы уже чувствуем заявку, да, на этот стильный проезд. С ним личный, да, личный психолог. Прям за ним едет. Посмотрите. Его подбадривает. Делает бэксит Родео с таким джепеном. Но он может и дабл бэксит Родео сделать такой. Вот, в принципе, да. Здесь мы не зря не перематывали. Вот это стиль. Вот это, да. Вот это Икс Геймс, ребята. Вот это я люблю. Просто через какую-то ограду выпрыгивает. Ему надо было прямо приземлиться на этот снегоход. И поехать без остановки. Вот это мне нравится. Давайте посмотрим замедленно. Бэксит Родео. Это даже не джепен. Джепен передней рукой делается. Это типа по типу джепена, только задней ручкой, да. Вот личный психолог. Посмотрите. Личный психолог прямо за ним. Прямо за ним. С ним вместе едет. Вот это поддержка. Именно поэтому, да, у нас у многих нету результатов. Таких мощных. Потому что личный психолог, не каждый может его себе позволить. Который прямо за вами будет ехать и вас подбадривать. Это, ну, это редкость, да. Кстати, вот, едет на старте Тайга Хасягава. 18 лет. Такое молодое дарование из Японии. Выигрывает очень часто тоже Икс Геймс. Но делает Метод Грэб. Такера Ацука тоже из Японии. 22 года. Делает бэкси Традео 720. Да, хороший. Но каких-то сверхъестественных грэбов мы не увидели. Так что. Кстати, Рене Ринькангас на первом месте. Сейчас пока. Я вам серьезно говорю. Плюс один балл ему дали за дубленку. И то, что он перепрыгнул. Перепрыгнул ограду в конце. Все-таки мы стопроцентно убедились, что первая попытка на стиль. И уже у нас вторые две попытки, да. На технику, да. И все, Лием Брейли. Вторая попытка. 20 лет. From Canada. Посмотрим, что он нам покажет. Но вот это уже другое дело. Делает. Оооо. Май гад. Он делает бэксайд трипл 1260. Да, такое возможно. То есть он не докручивает последние 180. Смотрите, смотрим. Раз. Два. Три. И не докручивает, да. Не докручивает 180. И делает такой шифти в конце Креативно, да Но насколько это понятно Другим людям, таким как вы Кто смотрит это видео Но это на самом деле уровень сложности Просто дикий Вам нужно в конце остановить вращение и скрутиться в другую сторону Ну, уезд плохой Монс Ройсланд, вообще, обожаю его Он даже на Олимпийских играх В Бигере занимал третье место Фронтсайт, дабл, Родео 1440 Какое приземление, шикарное Очень сложный трюк, редко его можно встретить Но я смотрю, глаз радуется, да Вы наверняка Не увидите такого трюка больше на этих соревнованиях Но, возможно, Рени Реникангас Повторит Ой, как с переднего кантика, блин А, промазал Что он там пыль стряхивает Видели, да, пыль стряхивал со сноуборда До греба не дотянулся Этот фонарь, конечно, я просто в шоке Просто пи***ц, уволили Наконец-то бы этих операторов Индефильтр пусть купят на своем На своем Амазоне С доставкой за 24 часа Ну, ребята, ну в самом деле Что это за позор, б***ь? 34 балла получает за вот вторую попытку Очень хорошо, очень хорошо Вижу Крейг Макморрис Это брат Марка Макморриса Которого, к сожалению, нету в финале Бигейра Нету Марка Макморриса Все они обосрались на квалификации Тирен Ланнистер, 24 года, с Норвегии Я не знаю этого парня Делает 1800, кстати Но не вывозит Тирен Ланнистер Но посмотрим Еще есть попыточки Херауки Кунитаки Блин, японцы реально захватывают Вообще дисциплину Бигейра Вообще все фристайловое Делает он фронтсайт трипл А, нет Квадрипл корк Это фронтсайт Квадрипл корк То есть 4 сальта И вращение во фронтсайт Такая вот история Но не вывозит Но он умеет делать этот трюк Крис Корнинг на старте Будет делать бэксайт квад Смотрите, смотрите Раз, два, три А, нет Это был бэксайт трипл корк 1620 О, парень с собачкой пришел Собака вообще не в минозе Что здесь происходит Какие-то люди орут Какой-то зомби апокалипсис Вот этот вообще бешеный пацан Я не знаю Под чем он Что он там выпил То ли он смешал Рэдбул с монстр энерджи Непонятно Но, честно говоря, такой Довольно простенький, да Довольно простенький трюк Раз Два Три 1620 Бэксайт трипл Ну, как бы Для разминки пойдет Хотя он радостный Прям в конце На приземе 36 баллов, да Монс Ройсланд Со своим фронтсет Этот фронтсет Родео 1440 Примерно столько же получил Что Ренери Некангас наш Нас уже полюбившийся Такой лесоруб И дровосек Видите, повтор показывают Как он через Через сетку перепрыгнул, да То есть Что ждать от этого безумца Мы даже предположить не можем Кстати, он Позапрошлом году На Икс Геймс Первый В истории Икс Геймс Приземлил 1920 градусов Смотрите, какой там Компактный такой Финский мешочек Да Едет И делает Соответственно 1800 градусов Но не выезжает Да Я думаю, что личный психолог Который за ним сейчас едет Его обязательно подбодрит И он Покажет действительно На что он способен В следующей попытке Делает волрайт Блять, какой-то Просто Я не знаю, сколько энергии У этого парня Видите, он весь В наклейках Монстр Энерджи Сколько же Монстр Энерджи У него в крови Тайга Хасигава Ну, 18 лет Просто 18 лет Персиковые штанишки Да Ну, я не знаю Он недавно Только под стол Ходил Уже Next Games делает 1920 градусов Это Квадрипл Корк И еще 180 Там Дополнительно Ну, мясо Но уезжает Плоховато Уезжает Плоховато Мы сейчас еще раз С вами посмотрим Японцы Они настолько Маленькие Компактные Что Так Раз Два Три Четыре Да 1900 Ёпарасете 20 градусов Я даже не знаю Может я ошибаюсь Да Сколько там 20 Или Вроде 1980 1980 Видите Действительно Я ошибаюсь Ну, вот Но уезжает Так С помарками Руками Он Трогает Приземление Итак У нас Третья попытка Лиэм Брейли Едет Сейчас На старте Прошлую попытку Он упал Здесь делает Фронсайт 1800 Трипл Корковый Блин Действительно Очень Такой Собранный Компактный Да Собранный Компактный Прыжок Нет ничего Лишнего Приземлился Аж хлопок Был слышен Да У меня В красном Поляне Аж хлопок Был слышен Давайте Посмотрим Раз Два Три Я думал 1620 А нет Он Видите 1800 Докрутил 1800 Градусов Через Трипл Корк То есть Первые Два Сальтовые Были А потом 720 Он Такой Сделал Такой Смазанный Корковый 38 баллов Кстати Дали На данный Момент Это самое большое Количество Баллов За прыжок Но я думаю Что если Монс Ройс Он сейчас уедет И приземлит То он Окажется На первом месте Потому что Действительно 34 балла Ему дали За первый За второй прыжок То есть Это очень Довольно много Раз Два Три Четыре Кваткорк Чуть-чуть На жопу Присел Вот Чуть-чуть Чуть-чуть На жопу Присел На самом деле Да Видите Он радуется Я могу Тоже Вам сказать Японцы Вот мы Увидели Японцев Которые На таких Серьезных Щах Делают 1980 А здесь Монс Ройс Да Первый раз Первый раз Вижу на соревнованиях Как он делает Кваткорк Он его уезжает И просто радуется Просто Вне себя От счастья Да Японцы такие Смотрят Чувак Ну это уже все Это как бы Блин Уже Уже все это прыгают Японские тренеры Бы сказали Позор Да Ребята Так мы не прыгаем Мы прыгаем Трюки мощнее Да А он радуется Ну мы тоже порадуемся Монс Ройсланд 38 баллов Выходит на первое место На самом деле Мы с Монсом Тоже очень часто На соревнованиях Были Вот На Кубках Мира Мы появлялись Вместе Прыгали Поэтому я В принципе Заочно Не заочно А как бы С ним Опосредованно Знаком Да У нас на старте Тиран Ланнистер Да И как бы Вторую попытку Он запорол Вообще Максимально Давайте Старки Вперед Делает 1800 1800 На самом деле Вот За такой же трюк Парнишки дали Довольно Неплохо баллов Сейчас посмотрим Сколько ему дадут баллов За это А Все Ему дали 36 баллов И как бы Он Второй трюк Как за второй трюк Мы посчитали Тоже Японский райдер Хираку Канитеки Вот И он упал Вторую попытку Посмотрим Получится ли у него А Он делает Кват Фронтсейт Кват Ай-яй-яй-яй-яй-яй Только вот На таких трюках Видите Приземление Какое было ядреное Голеностопчики Отлетают Только в путь Понимаете Но нам не покажут Не покажут Повтор Крис Корнинг Кстати Вторая попытка 36 баллов 1620 он делал Сейчас будет прыгать О Свичбэксайд Раз Два Три Да Это был Трипл Корг 1800 градусов Он обычно Кват делает Но Здесь Был через Трипл Да Через три сальто Сделал У него Оказывается Прошлая попытка Была Свичбэксайд 1620 Я думаю Почему ты сделал Такой легкий трюк Оказывается Это был Свичбэксайд А это уже он Из своей стойки Такой на самом деле На почтальон Печкина Похож Какого-то И вот Снять Вот эту Всю одежду Такой Даже На сантехника Какого-то Похож Я не знаю Почему у меня Такие ассоциации Вот Смотрю на заднем плане Как парнишка Рыжий Эд Ширан Какую-то Блондиночку Там прижал Такой Говорит Очень мало места Я тут постою Говорит Вот такой Хитрец Какой-то подросток Школьник Там трется Да Ну и так У нас получается Крис Корнинг 34 балла Выходит на второе место Монс Ройсланд На первом Ренери Некангас Наш фаворит Да Лесник И в свободное время Охотник Его Прикид Невозможно Забыть И самое интересное Мы все ждем Что же он Учудит После Бегейра После приземления Трюка Потому что Именно там Начинается Самое интересное Обычно Ладно Едет Едет Будет повторять Свой прошлый трюк Фронс 1800 Так Мне кажется Сейчас оно Оно Аааа Блин Ну просто Ну что такое Да Мне кажется Есть большие вопросы По работе психолога Который за ним До сих пор ездит Мне кажется Его терапия Не очень сильно Помогает Ренери Некангасу Тайга Хосигава 18-летний Японский райдер Тайга Тоже Остает Тайга Нужный Наш брат Делает Раз Два Три Ну Что это Это здесь все Пиздец Это Бэксайд Квадрипл Корг 1980 Градусов Я не знаю Может это какая-то Я не знаю Что за допинг У этих японцев Да Опять-таки Не перестаю Вообще удивляться Что за суши Они там принимают Да С утра пораньше Но Но это просто мясо Да На какой уверенности Да Он делает этот трюк Это 4 сальто С вращением Вокруг себя На 1800 На 1800 1980 Градусов Не знаю Я даже не знаю Сколько баллов Он получит Да 43 балла За этот прыжок Выходит на первое место 18 лет Иксгеймс Не знаю Ну о чем можно В жизни мечтать Вообще просто Знаете Кто-то мечтает Попасть на Иксгеймс Тайга Хасигава Мечтает В третий раз Выиграть золото На Иксгеймс Понимаете Уровень Разницу Масштабы Мышления Он что Прошел курс Елены Блиновской Да Визуализировал И оказался здесь Мне кажется Все-таки Этих японцев Держат в инкубаторе Каком-то Чтоб они Выступали Показывали Такие результаты Зато Я знаю О чем мечтает Каждый сноубордист Или Лыжник Конечно О моей горнолыжной маске В которой я катаюсь Уже пятый сезон Пять расцветок Ребята Линз Которые держатся На прочных магнитах Два цвета Самой маски Черная И беленькая Широкий обзор Увидите все Кочки и приземления Да и просто посмотрите Как же стильно Она смотрится Полный обзор маски Можно увидеть На моем сайте По ссылке в описании Там же можно И заказать Ее Такера Цука Получится ли у него Да Не получится Все Он уже прилег на живот То ли не выспался То ли чего Наш на вечеринку Вчера ходил Да Прилег на приземление Лием Брели Четвертая попытка Он сейчас на четвертом месте Получится ли у него Как бы оседлать удачу Да И Все таки войти в тройку Раз Дабл 900 Не знаю У меня случайно Получался кстати Такой трюк В былые времена Да Но Раз Два А Это 12 1260 Сори Это Трипл 1260 Не то что я вам сказал Да Монс Ройсланд На данный момент На второй позиции Итак На фронции Ой 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 Дабл фронций Традео 1440 Какое же Приземление У него Просто как на рельсе Прилип Он с другим грэбом, что ли, сделал? С тейлом. У-у-у! Как это шикарно! Видите, башкой вперед летит. То есть, почему этот трюк, он опасный и страшный. То есть, он вылетает прям башкой вперед. Прям головой, смотрите, вперед летит. И плечами, и спиной. И здесь еще второй раз башкой вперед. То есть, это действительно очень страшно. Если вы совершите ошибку. Смотрим на приземление. Кайфуем от этой приземы. Грэбчик, да, вытяжка. Вообще, Норвегии, они супер стильные. Очень классно, очень классно. Ну, я думаю, что скор... А, на 2 балла больше он получает. Но все равно остается на втором месте. Так, Тирион Ланнистер, да, кстати. Вторую попытку он сделал довольно неплохую. Идет на пятом месте. Получится... Навряд ли. Сделал баттер на приземлении. То есть, просто люто не докрутил. Ну, нет, снимут баллы. Я думаю, 28 поставят. Смотрите, не докрутил практически 900 градусов. Но выезжает, да. Вот это уровень. Вот это прям... Вот это мощно. Но четвертое место. Да, вот как я и говорил, 28 мы поставили 29 баллов. Но четвертое место он сейчас. Хираки Кунитаки. Смысла нет смотреть. Вторую попытку он запорол. Осталось 4 минуты, да. 4.20, ребята. Загадываем желание. Квадр. Фронтсит. Квадр. 1800 градусов. Очень много баллов поставят. Невероятно серьезный трюк. Этот трюк никто на этих соревнованиях пока что не делал. Ну и он расстроен. Естественно, он стоит расстроенный. Потому что предыдущие попытки он запорол. А трюк-то очень мощный. Да. Просто на рельсы его уезжает. Я думаю, сейчас самый большой балл получит в принципе. 41 балл он получает за этот прыжок. Да. Это действительно сумасшедший результат. Выходит на 6 место. Это удивительно. Но Крис Корнинг сейчас на третьем месте. Это просто любопытно. Потому что японцы имеют такую заряженную базу трюков. А Крис Корнинг как бы прыгает плюс-минус одинаковые трюки постоянно. И как-то пробирается. Мало того, что в финал пробирается, но еще и на подиумы. Раз, два, три. Оооо! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Крис! Братишка! Ха-ха-ха! Я радуюсь за Криса, потому что это впервые, когда этот райдер приземлил этот трюк на соревнованиях. Возможно, он кому-то молится. Какому-то японскому богу. Действительно, они ему подсказали, что необходимо сделать этот обряд и у тебя все получится. Иначе я не могу объяснить это. Я не знаю вообще, прыгал ли он этот трюк не на соревнованиях. По ходу дела он просто его попробовал, и у него получилось. Вот это, вот это эмоции, да? Вот это, блядь, радость. И видите, он просто едет. Ура! Мне кажется, вот этот... Ха-ха-ха-ха! Вот этот парнишка слева, он вообще не понимает, что там за трюки происходят. А это был трюк. Бэксайд. Трипл. 1980. Бэксайд квад. 1980 градусов. Он не смог обогнать Монс Ройсланда. На 2 балла не смог его обогнать. Такая вот история. Ренни Реникангас упал все свои попытки, к сожалению. Сейчас будет, наверное, на стиль что-то прыгать или... Да, на стиль, видите? Какой-то дабл-криплер с шифти. Ну, это красиво. Это шикарно. Но хотелось бы, да, чтобы Ренни уехал какой-либо трюк. Осталась минута, кстати, ребят, до конца соревнований. Тайга Хасигава идет сейчас на первом месте. В целом, не знаю, чего он собрался прыгать. А, ну, раз, два, три, четыре. Домой. Закрыли тему. Объясняю. Объясняю, что он сделал. В прошлую попытку он сделал бэксайд квадрипл корк. 1980. Понятно, да? А в эту попытку он решил поехать другой ногой и прыгнуть то же самое в совершенно другую сторону. Если вы думаете, что это легко, то это просто радикально другой трюк. То есть, ну, в одну и в другую сторону. Свич бэксайд и свой бэксайд, да? А, кстати, Хираки Кунитаки. Может сейчас... Может сейчас... Так, ребята. Всем внимание! Заключительная попытка Хираки Кунитаки. Если он сейчас ее уедет... Мамма миа! Он может быть в тройке. Смотрим. Раз. Два. О! На тоненького. Вроде бы это было 1800 градусов. Ему нужно 34 балла, чтобы на второе место подняться. Блять, опять этот фонарь. Не видно ни хера. Ну да, скорее всего 1800 градусов было. Прям еле как он докручивает последние 180. То есть... Ну, смотрим. Ну, скорее всего 36 баллов ему дадут. Он в тройке. Он подвинул Криса Корнинга. Смотрим. Пиздец. Блять. Ну, некрасиво было. Ну, мне не понравилось. Да, его первая попытка там. Фронтсейт Кват была супер. Вот эта была... Ну, такое. Итак, вот наши победители. Тайга Хосигава. Первое место. Второе Хираки Кунитаки. Два японца забрали. Первое место. И третье. Монс Ройсланд с Норвегии. Мой вообще бро. Обожаю его стиль. Рад за него. К сожалению, я не могу лично поздравить этих спортсменов. Но зато могу подарить им классный подарок. А что это? Это промокод в магазин Кант и в прокат Гецки. Потому что Ренни Реникангас уже пусть купит вместо своей дубленки нормальный мембранный костюм. Со скидочкой по моему промокоду. А Хосигава в Гецки пусть зайдет. Лыжи возьмет. Потому что со сноубордом реально у него уже все получилось. Все трюки, какие можно было и нельзя он приземлил. Пусть выступает уже на два зачета сразу. Все промокоды ищите в описании под этим видео. Следующее у нас в программе. Будем смотреть три победные попытки у девчонок на Бигейре. Потом как раз таки нас ждет самая важная новость, когда наша спортсменка из России заняла впервые призовое место на Икс Геймс. Итак, девочки, Бигейр. Три места призовых. Смотрим. Я не знаю даже, кто на каком месте. Анна Гессер. Анна Гессер едет на трамплины. Прыгает фронт. Трипл. Кэп трипл. О май гад. Кэп трипл 1260. Честно говоря, я не помню, когда она в последний раз прыгала этот трюк на соревнованиях. Но сейчас она его сделала. Раз, два, три. Бляха, муха. Очень, очень качественно. Очень стильно. Рейра Ивабучи. Это молоденькая японка. Ивабучи случай, я бы так сказал. И повторяет за Анной Гессер. Точно такой же трюк. Но улетает на метра три дальше. К сожалению или к счастью, Рейра получит больше баллов, чем Анна Гессер. Вот такой вот уровень у девчонок нынче. Как бы нифига себе, да? Фронтсайт трипл 1260. Как далеко вообще? Бум! Хорошо. Просто шикарно. Чем ответит Анна Гессер? Чем же она ответит? Наверное, будет прыгать в фронтсайт. Да, фронтсайт 1260. Нет. А, это на стиль, может быть, она сделала? Не знаю. Фронтсайт. Ну, фронтсайт дабл 9 она сделала. Ну, как простой трюк, на самом деле. Довольно простенький. Почему? Почему она его сделала? Непонятно. Каком он в Росе? Тоже с Японии. Тоже с Японии Райдер. Делает бэксайд. Бэксайд трипл корк. Это я вам скажу все. Этот сезон уже переломный. В этом сезоне девчонки начали прыгать. Японки конкретно. Бэксайд трипл корк. На Бигейре и в Слопстайле. И уже начали уезжать эти трюки. Это безумие. Ну, рано или поздно это должно было начаться. Уровень невероятно растет. И, да, Какому Муросе получает очень большой балл. Выходит на первое место. Анна Гейсер на втором. И вот как-то остальные девчонки то ли упали, то ли что с ними. Непонятно. Итак, Какому Муросе едет. У нее хорошие были попытки до этого. Но раз, два. Ёптвою налево. О! Уезжает! Уезжает вообще на тоненького. Я думал, она на жопу приземлится. Но она раскрывается и уезжает. Это было 1440. Дабл корк. Такое ощущение. Блин. Ну, она минимум на третье место поднимется. Но, возможно, и даже Аню она подвинет. Давайте глянем сейчас. Так. Раз. Два. Три. Да! Даже как будто трипловый. Трипл корк. 1440 был. Слушайте, уровень вообще запредельный. Таких трюков девочки вообще никогда не делали. Да. Иксгеймс это всегда те соревнования, когда все райдеры приезжают и показывают максимальный уровень. То есть, это определенный чекпоинт для того, чтобы показать всему миру, какой прогресс они сделали за сезон. Вот как-то так. Но она выходит на первое место. Какого у Росея? 94 балла. Ну, просто сумасшествие. Рейра Ивабучи может подвинуть Анну Гессер. Не знаю, получится ли у нее. Но, на самом деле, да. У нее скиллуха для этого есть. Делает дабл корк. Вот непонятно. А-а-а! 26 баллов ей нужно. Раз. Два. Да, вроде 1080 всего лишь. Все, она выходит на второе место. Анна Гессер на третьем. Ну что? А, все! Вот такие вот у нас места. Какому у Росея? Первое, второе Рейра и третье. Анна Гессер! Мы с вами, наконец-то, приступили к грандиозному событию, да. К тому, чтобы я вам показал, кто же из российских атлеток смог впервые в истории занять призовое место на X-Games. Это зачет лыжный. Лыжный зачет. Фристайл на лыжах на Бигере. Посмотрите, кто на старте. Анастасия Таталина. Настюх, узнаем. Мы, я помню, как-то катались вместе в Миасе. Там были соревнования. И здесь она делает 1260 дабл-корк. На самом деле, вот если сравнивать снубордисток, снубордистки уже начали трипл-корк прыгать. 1440. Настюха сейчас прыгнула дабл-корк 1260. Вот. А Настюха уже давненько живет в Европе. Она там катается на постоянной основе. Ну, то есть, я не знаю, живет она или нет, но я вижу, что она постоянно там катается. И это действительно единственный способ для того, чтобы выходить на новый уровень в катании. В России, к сожалению, ну, такого уровня парков нет, чтобы постоянно прогрессировать. Плюс за границей там ребята такие вещи творят. Такие вещи творят, что ты в такой конкуренции лютой всегда находишься. То есть, эта конкуренция тебя постоянно пушит вперед. Постоянно тебя выводит на новый уровень. Так что, так что вот, у нас интрига. Какое место займет Настюха? Итак, следующая девчонка едет. Сейчас будем просто смотреть на уровень трюков. Какой девчонки делают? Кстати, вот здесь уже 1620 был. Кстати, 1620 дабловый. Раз. Раз дабл. Два. Да, 1620 она делает и уезжает. Ну, много, много она за это получит. Да, 41 балл. Дальше смотрим лыжницы. Тоже 1620 она делает. Еще раз. Так. 540. Так. 540, 1080. А, нет. Это было 1260. Я перепутал. Немного не привык к лыжному фристайлу. Но плюс-минус я понимаю. На самом деле здесь 4 девчонки. На самом деле довольно много девчонок, которые сейчас здесь в финале показывают какие-то трюки. Вот. Иначе бы не показывали, да, уеханные трюки. Это свич. О, свич дабл 10. Настюха, кстати, видите, не подписано, что Россия тоже под нейтральным флагом выступает. Но, к сожалению, хотя бы так. Да, хотя бы так ей разрешают выступать на этих соревнованиях. Итак, она на четвертом месте. Она упала в свою третью попытку. Смотрим. Это четвертая попытка. Я знаю, что она будет прыгать. 1260, но в другую сторону. Радуется, радуется, конечно. Это серьезные трюки. Мощные. Выезжает. Смотрим, сколько баллов ей дадут. Смешно так приземлилась такая. Юху! Так, ну без ручек. Выходит на второе место. Выходит на второе место. Разница, кстати, с первого и второго места 10 баллов. Это очень много. Посмотрим, подвинут ли ее или нет. Тоже делает 1260 кто-то, но не даблкорковый такой, в ровной оси. Все равно остается на третьем месте. Рейлхер. Блондинка, который ездит, кстати, без маски. Там такая скорость. Как у нее вообще глаза с ума не сходят. Тесс Ле Дюкс. Она уже идет на первом месте. Творит вообще лютую дичь. У нас крушение самолета произошло. Ну все нормально, да. Она так вскользь упала на приземе. Так что все окей. А, все. Ребятушки. А, нет. У нас Настюху подписали, что она из России. Извиняюсь. Первое место. Тесс Ле Дюкс из Франции. Второе место. Анастасия Таталина из России. Ребята, ну я когда увидел эту новость, я радовался больше, чем за себя. Потому что Настюха попала на Икс Геймс впервые. И сразу же заняла второе место. Ждет ее большое будущее. Ей надо херачить на все бабки. Тренироваться, заниматься тем видом спорта, который она выбрала. И, ну короче, вообще ее ждет большое будущее. Будем за ней наблюдать. Теперь у нас появилась причина наблюдать за женским фристайлом в лыжах. Знайте все. Подписывайтесь на Настюху в инстаграме обязательно. Итак, мы с вами приступили к очень яркому событию. Это Слоуп Стайл. Напоминаю, у нас с вами еще будет Накл Хак. Это трюки, которые делают ребята с перегиба трамплина. Вот там будет твориться настоящее безумие. Эта часть будет в самом конце. Оставим ее на десертик. Вишенка на торте. Но Слоуп Стайл не менее интересен. Почему? Потому что здесь, наконец-то, Марк Макморрис, малыш, он прорвался в финал. Наконец-то. На самом деле, посмотрите, что здесь написано. 22 медали X Games у Марка Макморриса. Нет, ну обидно. Вы знаете, кого нет на этих соревнованиях. Маркуса Кливленда, к сожалению. К сожалению. К сожалению, нет. Почему-то он не прошел в финал. По поводу судейства, ребят. Будет три попытки. Одна попытка будет в зачет. Все. Довольно просто. Итак, Свен Торгрен. Старая гвардия. 29 лет. Из Швеции. Делает бэксет. 270 хардвей. 270 аут. Опять 270. 4-5 аут. Очень такие... Отлично. В дизастр. Бэксет. 270. На радуге. Фронтблан. 270. То есть, как бы, ну, вам непонятно. Мне все понятно. Но довольно сложно все это. Джиббинг такой. Довольно однообразный. Вот здесь очень-очень стильно. Бэксет дабл 900. Очень хорошо сделал. Ой-ой-ой. 1620. 1620 градусов делает на втором трамплине. Уже. Фронтсайт. И фронтсайт 1800. Ого. Ого. Это первый райдер, который уехал в попытку свою. Давно, кстати, не появлялся на радарах Свен Торгрен. Ой-ой-ой. 90 баллов он получает. Я, честно говоря, хер знает, как его могут переплюнуть. Рене Ренекангас. Наш. Наш лесничий охотник. Опять. Едет со своим личным психологом. Вот он сзади. Сзади. Видите? Тень от психолога. Он крадется сзади. Делает бэксет 270. В претцел. Да? Потом уходит. Ну, вот это. Ой-ой-ой. Вот это стиль. Просто. Я не знаю. Если бы это был чемпионат по стилю, Рене Ренекангас уже бы его выиграл. Он бы его основал. Понимаете? Делает какое-то Родео там. Делает Родео с носгребом. Делает 1260 даблкорк на трамплине. Я не знаю. Можно комментировать с удовольствием несколько раз. И здесь. Делает даблкриплер. И уходит, ёпта, в шифте. Короче, тоже. За счет шифта К, короче. Не продолжает вращение дальше. Здоровается за руку. Как джентльмен с этими мадемуазелями. Да? Возможно, у него есть... Возможно, у него есть девушка. Да? Почему он так держит дистанцию? Хотя можно было и порадоваться. Обняться с этими девчонками. Но он этого не делает. Вот этот трюк, конечно. Такой миллер флип. Хендплент. Джиббинг. И в претцел он опять уходит. Ну, то есть, конечно, безумие. То есть, слишком много стильных трюков. Вот. И здесь, на самом деле, он делает 1620. Я ошибся. Не 1260. Вот. Здесь вообще с ноль как будто толкается. И смотрите, шифт и скрутился совершенно в другую сторону. Это вообще, конечно, трюк для извращенцев. Очень, очень неплохой балл. 866. Но, скажу я вам, японцы, они краем глаза смотрят. Японцы готовят свою заряженную линию. Я вас уверяю. У нас на старте Ред Джеррад. Да. Олимпийский чемпион 2018 года в дисциплине slope style. Очень четко все делает. Да. Вот. Ох, как хорошо. Немножечко его подтряхивало тут. Но все, в принципе, фронт блан, 270 аут. Очень такой собранный, спортивный прям проезд. Любит он квотерпайпы. Делает 1080 дабловый. Посмотрите, как четко уезжает. Он, блядь, потому что в нем умеет кататься в этом квотерпайпе. 1620, бабах! Идеально. Просто на рельсы. Маленький комочек просто. Маленький сгусток, да, вот этого адреналина. Ёптвы налево. Это просто вообще нонсенс, ребята. Вот это, блядь. Уровень. Делает бэксайт квадкорг на заключительном трамплине. Посмотрите, он не радуется. Он на полном серьезе. Он готов к этой битве. Он готов к этой войне, понимаете? На самом деле, он просто в таком лютом шоке пребывает, что у него с первого раза получилась такая лютая попытка. Честно говоря, это просто мясо. То есть, посмотрите на приземление. Он даже рукой, он даже рукой не задел. Даже не прикоснулся ручкой на приземлении. Здесь бэксайт квад. Бам! Просто на рельсы. На! Просто пе-пе-пе. Это 94. 92. 94. Практически я аж угадал. 93.66. Это мясо. Просто жесть. И его спрашивают, куда ты идешь? Он говорит, я не знаю. Он до сих пор в шоке пребывает. В радости и шоке. Монс Ройсланд. Он занял третье место на прошлых X Games в дисциплине Slop Style. Делает на первой периле, конечно, безумный трюк. Я даже вам произносить слух не буду. Бэксайт 270. Шикарно. Шикарно едет. На радуге. Ой-ой-ой! Какая красота у Слада для глаз. Делает просто сноу слайдер. Какой-то фронт сайт Родео. Делает бэксайт 1260 на этом кодер-пайпе. Причем уезжает. Отлично. Фронт сайт дабл Родео, который мы уже... Ух! Просто на рельсы, да? Который мы уже видели на бигере. Он делает его здесь. Бэксайт трипл. Бэксайт трипл 1440. Мужчина. Мужчина, мужчина. Действительно, пацаны действительно разогрелись. Наконец-таки. И показывают шоу. Показывают шоу. В серию сделать такое количество трюков. Это у вас... Ну, вы должны уже на такой интуиции, понимаете, пребывать. Посмотрите, да. Фронт сайт Родео сделает с перилы. Очень. За джип-секцию ему дадут очень много баллов. Признаюсь честно. Фронт сайт Родео с джипеном, да? Причем 1440. Ну, шикарно, да. И причем идеально уехал его. 92 балла. Вот как и чувствовал. Как и чувствовал. Победитель прошлогодних X-гейм с дисциплиной слоп-стайл. Марк Макморрис на старте. Вот этот парень, конечно, нас может удивить. К сожалению, не прошел он в Бигейре. Не покрасовался там. Но зато здесь в слоп-стайле. 50 270 аут такой в трансфер сделал. Здесь, ну, как бы, ну, тейл слайд. 270 аут. Фронт сайт. Борд слайд. Трансфер также во фронт-борд. Ой, хорошо. Такое. Знаете, хардвей 270. Ну, прекрасный. Здесь 900. Или 1000. Фронт сайт 1000. Еле как выезжает. Это вот так там прихлопнуло, конечно, на приземе. Раз, два, три. 1620. Стоять. Нормально. Выстоял. Выстоял. И здесь так же. Раз, два, три. О-о-о. Хо-хо-хо. Но он показывает так пальцем. Типа, ребята, как Аршавин. Все только впереди. Закосячил, но я исправлюсь. Но скажу вам так. Это тоже мощно. Мне джип-секция его не понравилась. То есть она слабенькая была объективно. То, что делали ребята, ну, там, конечно, вообще запределенный уровень. 95 баллов. Он выходит на первое место. Он выходит на первое место. Но на самом деле прыжковая линия у него лютейшая. Вот. Ну, в целом, и джибинг-то он чисто сделал. Но мне показалось по уровню, ну, такое. Вот и завершилась первая попытка. Их всего будет три. Ребята сейчас в спешке пересматривают мои курсы по сноуборду не иначе. Чтобы улучшить свои результаты. Ведь мои уроки подойдут как новичкам, так уже и опытным райдерам. Вы тоже, кстати, посмотрите. Я оставлю специально для вас 4 бесплатных урока для новичков. По ссылке в описании под этим видео. Итак, у нас вторая попытка. Тирион Ланнистер на старте. Прошлую попытку. Он упал. Бэксы 270. Фромблан. 270 аут. Еее. Такой классный. 270 дизастро тоже фронтсайдовый. Супер. Фронблан 4... А, фронблант. Сколько? 4,630? Сколько там, блин, градусов? Я... Ну, здесь делает фронтсайд 1000. Хорошо. Он на этом трюке, походу, делал упал в прошлый раз. А, что-то... 1260. Бэксайд делает. Ну, простенькая линия на самом деле. И здесь... Вот здесь очень хорошо. 1800. Фронтсайд трипл. Как бы на минуточку. Представляете? Всего лишь дали 84 балла. Не знаю, почему. Рэда Джеральда. На втором месте сейчас этот парень идет. Напоминаю, олимпийский это чемпион 2018 года в дисциплине слоп стайл. Делает, ну, тейлслайд на ноус. Вообще. Ну, сейчас делает все четко. Но, похоже, такое ощущение повторяет. Повторяет свою джип-секцию, как и на первом... Как и на первой попытке. Да, фронтсайд дабл 10. Делает, ну, все идеально. На самом деле, его первая попытка была тоже идеальная. Что он здесь пытается исправить? Я не знаю. Просто идеально делает трипл. Бэксайд. 1120. Раз, два, три, четыре. Ну, просто, просто... Ну, частее. Я не знаю, как чище сделать эту линию. Я не знаю. У него только одна, как бы, ситуация. Либо он МакМоррис сейчас перебивает, либо нет. 96.33. Редмунд Джеральд выходит на первую позицию. Ну, это просто... Ну, это просто было идеально. Это было чистейше. Смотрите. Вот стоит брат Марка МакМорриса. А Марка МакМорриса только что Реджеральд, ну, как бы, подвинул с первого места на второе. Вот. Ну, уже не такой разговорчивый. Крейг МакМоррис, да? Потому что его братишку подвинул Редмунд Джеральд. Монс Ройсланд. Кстати, идет сейчас на третьем месте. Монс. Ай, все. Это уже он запорол попытку. Даже можно не смотреть. Перед третьей попыткой. Посмотрите. Посмотрите стартовый лист. Реджеральд первое место. Марк МакМоррис на втором. Монс Ройсланд на третьем. Японцы вообще ничего не показали нам. Просто первые... Первые 7 мест или 8. Это европейцы и американцы и канадцы. Третья попытка у Тайги Хосигавы. 18 лет. Японское дарование. Ну, вот. Непонятно. На Бигейре он занял первое место. А в Слопстайле ничего не может противопоставить топам, да? В сноуборде. Ну, здесь все отлично. Все четко. Вопросы начинаются вот здесь. На Квотерпайпе. Делает 1260. Выезжает. Еле как. Вот так вдолбило вообще там. Бэксайд. Бэксайд трипл шестнадцать. Ну, руками двумя. Ну, кто там? Зачем ты руками-то там гладишь по приземлению? Нет. Все. Домой. Ну, расстроился. Ну, конечно, расстроился. Мог бы попасть в тройку. Но не докрутил. Да. Не докрутил. На жопу присел. Все. Отправляется домой. Ну, что? Редмонд Джеррид. А смысл ему третью попытку ехать? Он не сможет. Он не сможет лучше сделать... У-у-у-у. Вот это да. Ноуслайд двести семьдесят на фифты. Он усложнил, кстати, свою джип-секцию. Вот. Но все идеально. То есть, он и так идеально сделал свою вторую попытку. И сейчас находится на первом месте. То есть, как сделать еще идеально, я, честно говоря, не знаю. Но по какой-то причине он едет. И делает все равно. Ну, амплитуда была маленькая сейчас. Но сделал идеально. Это этот трюк. Раз, два, три, четыре. Еб твою налево. Ну, это просто... Это просто, конечно... Это просто вообще невероятно. Ну, настолько идеально вообще. Девяносто семь баллов. Ой, красава. На... На половинку балла лучше проехал. Ну, там джип-секцию он улучшил, конечно. Итак, Марк Макморрис. Третья попытка. Сможет ли он переплюнуть Редмунда Джеральда и выйти на первое место? Внимательно смотрим. Сейчас Марк Макморрис на втором месте. Идеально проезжает джип-секцию. Фронтсит Хардвей 270 на фронтборд. Фронтсит Дабл 10. Бам! Чуть рановато отпустил грэп. Уже заминусовали балл. Раз. Два. Три. Идеально просто. Даже не касается. Бэксет трипл 1620. И свитч бэксет трипл 1620. Смотрим. Раз. Два. Три. Нет. Такое ощущение, что нет. Ну, вот они стоят вдвоем и ждут. Все-таки. Получится у Марка Макморриса перекатать Редмунда Джеральда. И у него не получилось. Редмунд. Ха-ха. Поздравляем тебя. 23 года. Золотая медаль. Икс Геймс. Вот он как будто мобилизируется, собирается, да? На вот этих соревнованиях на Икс Геймс. Его бывает вообще нигде не видно, не слышно. Икс Геймс только начинается и он тут как тут, да? Выдает такие проезды мощнейшие вообще. Даже японцы не смогли приблизиться вот к этому, да? Все упали. Все упали японцы. Или там был один японец. Короче, имеем то, что имеем. А сейчас мы с вами будем смотреть топ-3 проезда в слоп-стайле среди девчонок-сноубордисток. Смотрим. Посмотрите на уровень, сравните, пристреляйтесь. Ну, то есть поймите разницу. Кстати, видите, солнца нету. И девчонкам, конечно, сложнее. Рейра Ивабучи. Едет опять-таки японская бригада. Видимо, она проехала свою линию, да? Фронт-блан, 270 аут. Ну, сложно. Для девчонок вообще вот эта первая рейл-секция, она действительно сложная. Делает фронт-сайт 540 на аквотере. Фронт-сайт дабл-9. Йопа, РСТ. И делает 1000 градусов бэксайд. Итак, едет Кокома Муросе. Находится она на четвертом месте сейчас. Итак, фронт-блан 4-5 аут. Дать, закосячила. Ой, хорошо. Делает ноу слайд. 270 аут в претсел. Делает 180. Почему? Что? Зачем? 180. Тут 1260 ребята делали. Она делает 180. Делает фронт-сайт 900. Ну, вот такой вот уровень у девчонок, да? Ну, да. Пока такой. Делает 1260. 1260. Дабл 1260. Не знаю. Там ребята вообще комментаторы орут с отца кипятком. Я недавно комментировал Lux Open. Там девчонки трипл-корк делали на заключительном трамплине. Чего они там орут? Сейчас я вообще не понимаю. Ну, как бы непонятно. Мия Брукс. Кстати, она уже идет на первом месте. Нам не показали ее проезд. Как она там на первое место вышла. Посмотрите, кстати, вот Мия. Она так джибит люто вообще. Посмотрите на этот мега стиль. Шаровары такие нацепила. Все... Все очень плавно. Очень шикарно. Вот. Будем... Будем желать, чтобы она чаще проходила финал. Фронт-сайт 3 с гребчиком. Делает бэксайт 900. Все очень четко. Все очень стабильно. Выглядит мягко. Без дерганий. 1260. Да, шикарно. Все сделала очень, очень чисто. Даже не знаю. А, так все. Ну, вот она и заняла, как бы, первое место. Непонятно. То ли Анна Гейсер второе место заняла. Но Анна Гейсер вообще не показали. В отчетном финальнике. Короче, как-то так. У девчонок вот такая вот история. Сейчас мы посмотрим пайп. Вот это, конечно, шикарно. То есть, именно вот первые... Первые три места в пайпе. Там безумие творится. Тут недавно Валентино Гуселли прыгнул в пайпе. Впервые. 1620, что ли. Там просто... Там... Я просто сейчас скажу. Если там совершите ошибку в пайпе, вас просто порвет на приземе. Вы как автобот разложитесь. То есть, просто на части, на части разложитесь там в этом пайпе. Это очень опасная херня. И, возможно, кстати, сейчас на соревнованиях ребята будут прыгать трипл корки. Сейчас глянем. Каширу Хирану. Каишу Хирану, кстати. Вот, ну, я знаю Аюми Хирану. А Каишу Хирану, то ли это его брат, то ли кто. Давайте. Делает Миллерфлип. Дабл 14. Ага, здесь 10 тысяч... Ну, 10 тысяч. 1080 градусов. 1260. И бэксайд. Бэксайд 1260. Ну, 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 вот. Ну, вот, вроде, вроде получилось. Опять-таки, я вспоминаю Лакс Опен. Лакс Опен, да, ребята, был недавно. Там уровень был повыше. Но здесь это тоже линия очень крутая. Следующий участник. Попер. Переходит в Сич. Он умеет делать 180. Он нам это продемонстрировал. А, рук Хиран. И, и, и рук какой-то Хиран. А есть еще и Аюми Хиран. Йо, пара СТ. Что-то низковато. Низковато, да, я смотрю по высоте. Довольно низко летит. Но 1440 все-таки не мешает это ему делать. На 1080. А, у него амплитуда поднимается на какой-то этой. Мне не нравится Пайп. Но одно и то же прыгают. Вот так все выглядит. Одно и то же. Ну, проехал он, прыгался. Тут 1260. Ну, просто все одинаково. Да. Ну, больше просто на 100 градусов. На 180. Скотти Джеймс, бэйби. Восемь раз Хигеймс медалист. Пять, пять золотых медалей. Он, кстати, на Олимпиаде третье место занял. Ну, там, конечно, его, его японцы там защемили люто. Но Скотти Джеймс, он такой прям пробивной чувак. Он очень много тренируется. Он, он такой дипломированный атлет. Прям, действительно. С него можно брать пример. И он показывает очень большую стабильность. Очень большую стабильность. Посмотрите на Креатив. 180. Запрыгнул. Делает. Ой-ой-ой. Делает. Просто делает. Миллер флип. Шифти. Аут. Делает 14. Делает 720, кстати. Или это 900 было. Бэксайд. Бэксайд 1260. Ну, как бы, блин. Видите, радуется. А я, я как бы не особо понимаю, что там радуется. Недавно вот, недавно какой-то японец или китаец трипл корк прыгал. Ну, здесь как бы, ну, стабильно. Ну, обычный проезд. Скори Джеймса. Ну, вот. Ну, вот этот первый прыжок. С шифти Миллер флип. Это, блин, очень круто. Этого в пайпе вообще практически никто не делает. Вот. Ну, здесь, чё, ну, 1440. Дабловый. Да, он выходит на первое место. А, ну, всё. Вот, смотрите. Скори Джеймс. Первое место. Рухи Рано. Второе. Каишу Хера на третье, блядь. Скоро там три брата вот этих Хера на. Какого Хера на там вы делаете, да, на подиуме? Где ваш третий брат? Я бы так сказал. Итак, мы с вами добрались до самого сладенького и вкусного мероприятия на Икс Геймс. Это Икс Геймс Накл Хак. Здесь ребята будут прыгать с перегиба трамплина и вытворять. Вытворять какое-то безумие. Итак, первый на старте. Лиам Брейли. Первая попытка 20 лет. Смотрим. Вот он едет на перегиб. Ну что? Ну, сделал. Просто сделал бэксит даблкорк с перегиба. На самом деле, это считается довольно таким стандартным уже трюком. Если бы это был Накл Хак. Первые в истории. То, конечно, все были бы удивлены. Но не мы. Кстати, если вы не смотрели прошлое комментирование Икс Геймс, в описании добавим ссылочки. Дилан Алита. 33 года. Америка. Что это за парень? Что он здесь делает? Видимо, какие-то чудеса на перегибе он может нам показать. Прикольно. Да, прикольно. Делает такой бэксит 540 с методом. Но ребята, которые здесь уже не первый год проходят в финал, для них это так, с закрытыми глазами. Джейк Кантер. 20 лет. Из Америки парень. Смотрим, что он нам покажет. Ооо, даблкриплер. Ну, это, по крайней мере, выглядит эффектно. Во, посмотрите. Майлз Фалун. 22 года. Америка. Его, кстати, его, кстати, там наставлял на этот проезд Зеба Пауэлл. Ой, как хорошо. Такой полет, левитацию такую устроил на пузе. Но мы ждем, естественно, нашего фаворита, нашего любимчика Зеба Пауэлла, который как раз-таки заявил о себе, в принципе, впервые. Именно на X Games Knuckle Hack. Весь мир про него узнал. Относительно того, что он творит. Вот в 2020 году он занял первое место. Итак, Зеб Пауэлл. От этого парня можно ожидать любой херни. Делает какой-то бэкфлип 360 с носгребом. Расслабленный, да? Такой стиль, дреды. Как будто бы он начал дружить со Snoop Dogg. Давайте еще раз посмотрим, что же он там сделал. Да, такой фронтс и траде флиповый. С носгребом. И здесь докрутил 180. Он, конечно, находит выход из любых ситуаций, из любых плоскостей. Лиэм Брейли. Вторая попытка. Он делал, кстати, бэксит даблкорк в прошлый раз. Что он нам покажет здесь? Ой-ой-ой. Фронтс и традео такой с хенд-дрэгом 720 он сделал. Ну, достаточно улетел далеко и выглядело это опасно. То есть, если не проконтролить вовремя. Ой, на самом деле очень стильно. Мне нравится. Блин, Маркуса Кливленда нет. Маркус Кливленд. Что он творил? Типа, бэксит 270 на ноль и даблкорк 1080? Почему бы и нет? Но его здесь нет. Причем, Маркус Кливленд не прошел в финал ни на одном этапе X Games. Ни в Бигейре, ни в слабстайле, ни на... Наклхак. Ой! Дилан делает бэкфлип. One foot. Чуть-чуть не выезжает. Опасненько. Нейт Хьюз. Посмотрим. Нолли. Хенд-дрэг. Да, и здесь что-то его... Ну да. То есть, на самом деле, все эти трюки делал Зе Пау. Постоянно их делает. И ребятам остается только повторять. Потому что именно эти трюки были придуманы Зе Бом. Да, все эти хенд-пленты 540-720. Действительно отличался... Маркус Кливленд. Да. Отличался от всего вот этого действия. Ну, Джейк делает бэкси дабл 900. Ничего особенного. Именно здесь надо проявлять креатив. И за счет этого креатива... Ну, например, да. Например, да. Вот это. Бэкси 360 на какой-то лейбэк 360 аут. Выглядит просто расслабленно, стильно. Но нет вот этого, да. Пока что нет чего-то, что может нас впечатлить. Майлз Фалун. Кстати, Майлз Фалун может что-то нам показать. Прыгает просто фронтс 900. Ну, как бы, блин. Это из трамплина можно сделать легко. Зе Паул. Смотрим внимательно. Посмотрите, какая у него шпала вообще. Какая-то фрирайд шпала. Делает 180 на бэкси Традео с таким прогибчиком. Ну, неплохо, да. То есть, это его классический трюк. Он его любит делать. Что-то он пока не замахивается на какую-то дичь невнятную. Но все-таки здесь не коснулся. Хотел он коснуться рукой, да, на вот этом бэкси Традео. Хотя, по сути, это обычный бэкси Традео. Просто раскрывшийся. Лиэм Брейли. Кстати, Лиэм сейчас идет на первом месте. Потому что, ну, прошлый фронтсид Радео 720. Шикарный, с хендрэгом. Ес. Очень хорошо. Такое делает бэкси Традео. Отщелкивает с носа. И докручивает. И докручивает остальной трюк. Дила Налита. Какой-то, я не знаю, какая-то старая гвардия. Я не знаю, что там. Это кто-то один из организаторов этих соревнований. Что его сюда впустили? Как он прорвался вообще в финалы на ноклхак? Ну, делает с ванфутом бэкфлип. Не уверен, что это место для ванфутов. Прям такое подходящее. Люк Уинкелман. Кстати, он может нас удивить. Люк. Но пока что делает всего лишь 180. И бэкси 540 с джипеном. Еще раз я вам повторяю. Маркус Кливлен делает бэкси 720. Отщелкивает с нолли. И делает даблкорг. Ну, несовместимые вещи. Несовместимые вещи. То, что мы видим сейчас. Да, это стильно. Мне уже просто глаз приелся к этому. Если вы в первый раз видите X-Games на ноклхак, для вас это может быть сногсшибательно. Для меня это пока что такой проходной уровень. Люк Уинкелман. Третья попытка. Посмотрим. То же самое вообще. Нейт Хьюст. Нейт Хауст. Посмотрим. Кстати, в Рэдбульном шлеме даблкорг 9 делает. Ну, классно. Неплохо. Но все равно. Я не знаю. За это много баллов не должны давать. Честно говоря. То есть, ну, это хороший трюк, да? Но он больше имеет отношение к бегейеру. Не к ноклхаку. Ноклхаку. Надо как раз таки использовать эту шишку для баттеров. Для того, чтобы ее рукой потрогать. Что-то такое, да? То есть, это что-то должно отличаться от обычных прыжков с трамплина. Вот в чем поинт. Итак, кто же у нас здесь едет? Так и не поняли. Во! Во! О, видите? То есть, делает такой фронтс от 720 с даблхендрегом. Джейк центр. Джейк кантер. Вот так вот. Вот это уже что-то интересное, да? То есть, какое-то разнообразие надо давать. Майлз Фалун сейчас на восьмом месте. Кстати, я помню этого паренька. Откуда то? С прошлых, наверное, X-геймс. И как раз на наклхаке. Фалун что-то там опять. Фалун Балунович. Да. Что-то опять вытворял. Но здесь бэкфлип на 180 тоже. Довольно-таки простой элемент. Вылетает. Делает бэкфлип. Пытается сделать хендрег. А, ну это бэкфлип чистый был, да? И просто на приземе еще его разворачивает на 360. Просто по инерции. Зеп Паул показывает чудеса баттер-трюков. Кстати, смотрите, уже на другой доске. Он просто меняет доски на каждый свой проезд. Вот! Ну вот это уже было что-то интереснее, да? Только вот Маркус Кливлен делает дабл. Дабл корк аут. А здесь Зеп Паул сделал 720. А отрикошетил также на 720. Сейчас посмотрим повтор. Так. А, 540 он сделал. 540. И отрикошетил на семерочку. Но не уехал, к сожалению. Но все равно попытка была интересная. То есть агрессивно прям так бабахнул. Кстати, Зеп Паул вышел на третье место. Лиэм Брэйли на первом. Лиэм Брэйли на первом месте. Дарси Шерп на втором. Зеп Паул на третьем. Вот. У нас еще 8 минут катальных от ребят. Еще один дабл корк 1260. Лиэм Брэйли делает. Но уже пора трипл делать с этого перегиба. Че мы сиськи мнем, как говорится. Дилан Алито. Кстати, можно заметить, ни одного японца нет на финале на Акл Хак. Что удивительно. Вот. Ну вот это уже было шикарно. Вот это было хорошо и красиво. Смотрите, он сделал бэкфлип с хендрэгом таким. Мы сейчас обязательно посмотрим повтор. Смотрим. Вылетает хендрэг. Смотрите, миллерфлиповый такой. А, он даже не коснулся. Просто вообще. Ну, это было прям... Это было мощно. Люк Винклман идет на четвер... А, это четвертая его попытка, но идет он на шестом месте. Пока что нету чего-то сверхъестественного. Фронтсет 720 с дабл ноузом. Это... Это база. Нейт Хьюст идет сейчас на четвертом месте. Вот он может как раз-таки в троечку зайти, вырваться. Но опять-таки делает фронтсет 720. Хендрэгом не достает. Джейк Кантер. Седьмое место у него сейчас. Вот. Вот. Вот это уже началось. Вот это уже заруба началась, да. Делает с ноли какой-то дабл родео. Вот это действительно сложный трюк. Дарси Шайрб идет на втором месте. Такой, знаете, фристайл райдер. Ха-ха. Ой-ой-ой. Как падает башкой. Башкой падает. Все нормально. На самом деле, что он сейчас сделал? Он повторил трюк. Фриджа. Фридж. Такой норвежский райдер есть. И он вот делает постоянно такую штуку. Делает фронтсайд бортслайд. Ловит заднего конта и закручивается на бэкфлип. Да. Но почему-то Фриджа нет на этих соревнованиях. Обычно он проходит в финал. Майлз Фалун. Восьмое место. Фалун Балунович. Да, вот почему я запомнил Фалуна. Он с тейл пресса делал дабл фронтфлип. И здесь он его делает тоже, но не докручивает чуть-чуть. Зеба Пауэлл идет пока что на третьем месте. Зеба. Сможет ли он нас удивить? На спине. Шоркает, короче. Почесал свою спину от перегиб. И поехал дальше. Наверное, ему нужно дать контакт массажиста. Потому что этим нужно заниматься не на склоне. Ё-порс-этэ. Аж все. Вся майка задралась. Он непонятно вообще. В слепую зону приземлялся там. Нейт Хьюст. Нейт Хауст. Нейт Хьюст. Пятая позиция. Смотрим. Бэксайд. Ой-ой-ой-ой-ой. Чуть ли переднего конта не словил. Нейт, мы беспокоились за тебя. Джейк Сэндер. Восьмое место. Все это заключительная попытка, скорее всего, у ребят. Но что-то скорости вообще не берет. Ой-ой-ой. Так же пробует дабл Родео. Да, вот с ноли. Но не получается. Дарси Шерп. Идет сейчас на третьем месте. Кстати, Зе Паул его обогнал. Дарси Шерп. Делает такое тоже. Миллер флип. Хендбрэк. Угу. А, Майлз Фалун. Еее. Но падает. Итак. Зе Паул стартует. Кувыркается на спине. Опять он переобулся на другой сноуборд. Фрирайд. Фрирайдовую шпалу какую-то. Сможет ли он занять первое место? Ёп твою налево. Просто кувыркается в непонятных плоскостях. Ударил какого-то сокомандника своего, который лежал на доске. И зачем он так грубо с ним поступил. Но плохо выезжает на этом трюке. Прям, ну, совершенно прям плоховато. Но за креативность определенный. Плюс балл даем. Просто шмальнул по... Шмальнул по... Доске другого чувака. Мне кажется, Зе Паул просто он пожирнел. Он просто пи***ц какой жирный стал. У него просто харя вот такая. То есть три года назад он был довольно такой подтянутый. Я его недавно вижу просто такой мощный. Махина. Мне кажется, ему просто надо реально похудеть. Чтобы у него с координацией как-то, ну, что-то наладилось. Потому что у него каждый год, из года в год на этих соревнованиях все хуже и хуже его выступления. Честно говоря, если вы посмотрите его выступления в двадцатом году и сейчас... Ну, это два разных человека. Абсолютно. Он, как бы, он молодой, да. Он, наоборот, должен сейчас прогрессировать, да. А то, что я вижу... Ну, то есть у него только прогресс в весах, да. В весах, сколько он весит. Вот это у него прогресс хороший. За это ему респект. Лиэм Брейли занял первое место. Такое ощущение. Да, Лиэм Брейли первое место. Наклхак. Зе Паул второй. Бронза. Дарси Шерп. Ну что, соревнования X-Games закончились. Мои выводы. Наклхак провальный. Просто провальный. Один из самых худших, честно говоря. Даже ни одного нового трюка я не увидел. Все было повтор прошлогодних X-Games. И причем в худшем исполнении. Очень много не было именитых райдеров. Например, тот же МакМоррис не прошел. Кливленд не прошел там в финал Бигейра. Кливленда не было в Слопстайль. Жалко, да. Вот этой зарубы мощной. Вот этого, ну, хотелось бы. Слопстайл действительно удивил. Прям было очень, очень мощно. Бигейр. Ну, первое место вообще. Японец, который занял первое место, вообще закрыл просто всех. То есть, показал такой уровень. Ну, просто дикий. Да. Показал дикий уровень. Но, честно говоря, больше всего меня впечатлило такое ощущение, что Слопстайл на всех вот этих соревнованиях. И еще раз поздравляю Настюху, которая заняла второе место на Бигейре. Вот. Это, конечно, шикарно. Уровень девчонок на Бигейре в сноуборде растет. Прям это заметно. Начали прыгать триплы. Это, конечно, вау. В целом, было прикольно. Ребята, оставляем комментарии. Делимся этим комментированием этих соревнований. То есть, дайте знак, нравится ли вам видеть эти соревнования в моем исполнении, в моем комментировании. Дайте, пожалуйста, знак опознавательный. Вот. Чтобы мне тоже было понятно и приятно. Такие вот неоднозначные ощущения. Мне кажется, вот я даже фрирайд ворлд-тур, да, чемпионат мира по фрирайду комментирую, у меня больше эмоций это вызывает в последнее время. Потому что, ну, там на грани, на грани, блядь, со смертью ребята просто катаются, да. Там скала слева, скала вправо, пролетают метров 20, там, с девятиэтажный дом какие-нибудь бэкфлипы. Но для меня это выглядит намного опаснее, прям будоражит изнутри. Здесь как-то все, видно, что ребята прикатаны, по 500 раз прыгнули на этих трамплинах. Как бы все отточено, похожие трюки, да. Фрирайд в этом плане, он позволяет выбрать что-то действительно сумасшедшее, из ряда вон выходящее. Что-то, кто за тобой не повторит. В этом именно вот удивительная сила фрирайда. Вот этого эффект неожиданности, какого-то сюрприза, который может преподнести райдер для зрителей. Вот. Какие-то такие мысли. Ну все, всем пока.